Приветствую тебя, коллега, на очередном дополнительном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке я расскажу, зачем и как продвигать наши прямые эфиры в социальных сетях. Вначале с вопроса «Зачем?». Пойми, пожалуйста, что продвигая прямые эфиры, ты продвигаешь компанию. Мы говорим о компании Vivasan, в которой ты работаешь. И если о нашей компании узнает большее количество людей, то есть название нашей компании станет на слуху, люди будут говорить, что «Да, вот вчера был на прямом эфире Vivasan, там мне очень хорошо рассказали о том, как сохранить свое здоровье, оставаться здоровым в наше сложное время». Тебе, как человеку, который приглашает в компанию Vivasan, будет людей приглашать проще. То есть нас будут знать, нам начнут доверять. Наша основная задача – это увеличить охват людей, охват аудитории, которые видят то, что мы делаем. Потому что сейчас очень много предложений, очень много компаний на рынке. И даже имея такой замечательный продукт, как у нас, не рекламируя его, не продвигая его, мы затеряемся в миллионах других подобных предложений. Продвижение наших информационных постов, наших прямых эфиров – это основная задача, чтобы нас больше видело людей. И как это можно делать? Можно сделать либо за деньги, платив платную рекламу, и информацию будет продвигать сама социальная сеть, либо работая командой. Но еще есть хороший вариант – это сосредоточиться на том контенте, который продвигается самой социальной сетью, и его продвигать командой, чтобы не тратить деньги. Потому что, имея такое количество людей, мы можем сами, бесплатной рекламы, продвинуть наши мероприятия. Я вам сейчас покажу очень хороший пример в нашей группе. Вот обратите внимание, видимо сегодня, да, вот 21 минута назад выложили пост в нашей группе. Хороший пост, то есть человек потратил время на написание этого поста, на оформление этого поста. Но обратите внимание вот на эту цифру – охвата аудитории 0. Этот пост пока еще, говоря простым языком, не увидел никто, вообще никто. И вот это вот довольно типичная ситуация, что люди сидят в социальных сетях, чем-то занимаются, выкладывают какую-то интересную информацию, но ее никто не видит. Охват публикации 0. И естественно, никакого практического результата, на который рассчитывает человек, выкладывая это, мы не получаем. Двигаемся дальше. Интересное видео, реально интересное видео. Но, посмотрите, у него охват всего лишь 54 человека. Видео реально интересное, зрелищное. Но его посмотрели всего лишь 54 человека. Почему? Да только потому, что ни первый пост, ни второй не продвигался. А что значит продвижение? Я говорю о той активности, которая совершается над этим постом. На количество людей, которые поделились этим постом, прокомментировали это все. Вот если бы этот замечательный пост, сейчас бы пролайкала хотя бы половина людей, которые находятся в нашем командном чате, а у нас тут 195 участников, нажали нравится, хотя бы часть из этих людей нажали на кнопку поделиться, возможно, кто-то бы написал комментарии под этим постом. Охват аудитории увеличился и увеличился бы в разы. Почему? Да только потому, что Facebook понял, что это интересная публикация, она нравится многим людям, этой публикацией делятся, ее комментируют. Иногда бы Facebook начал эту публикацию продвигать сам. И тогда от действий этого человека был бы реальный результат. Аналогично с вот этой публикацией. А вот теперь посмотрите. Третья публикация, это прямой эфир, который прошел у нас вчера. Эту публикацию также никто не продвигал, но обратите внимание, охват публикации 392 человека. В терминах реальных мероприятий, 300 человек, которые пришли на мероприятие, это очень большое мероприятие, ну достаточно большое мероприятие. В рамках интернета 400 человек на мероприятии, то есть охват аудитории 400 человек, это не большое количество, но оно, конечно, в разы больше, чем у постов, которые у нас лежат вверху. Почему? Да только потому, что прямые эфиры продвигаются самой социальной сетью. Если вы не знаете, как это делать, не умеете, за вас это будет делать сама социальная сеть. Поэтому задача проводить прямые эфиры. Вот почему мы сосредоточились на прямых эфирах. Потому что этот контент продвигается самой социальной сетью. Но если мы этому контенту во время трансляции дадим еще дополнительный пинок, а пинок в лайках, поделиться, в комментариях, я вот очень благодарен всем людям, которые комментируют этот пост. Видите, 21 комментарий был сделан под этим постом. Вот все эти люди внесли свой вклад в продвижение данного поста. Те, кто нажал поделиться, вот эти 12 человек, это люди, которые разнесли информацию о нашем прямой эфире в свои социальные сети. И, значит, количество людей, которые посмотрели этот прямой эфир, узнали о нем, увеличилось в разы. Поделиться – это приоритетная кнопка. Хотите, чтобы нас больше знали, нажимайте на кнопку «Поделиться». Делитесь, включайте совместный просмотр, делитесь в ленте новостей, делитесь на своей страничке, отправляйте этот эфир в свои мессенджеры. То есть, чем больше мы этот эфир раскидаем, тем больше нас узнают. И, естественно, все это увидит Facebook. И Facebook включит свои механизмы, которые принесут нашему прямому эфиру еще больше просмотров и еще больше увеличит охват аудитории. А теперь, что конкретно нужно делать для того, чтобы помочь нашим прямым эфирам? Во-первых, так как наши прямые эфиры транслируются на наши общие ресурсы. Это наша группа в Facebook, Vivasan – наша в Швейцарии, наш YouTube-канал, профили Ольги Васильевны, ВКонтакте. Если вы не подписаны на наши общие ресурсы, а все они собраны, все ссылки на общие ресурсы собраны у нас на нашей обучающей платформе, есть отдельный урок, как подключиться к общим ресурсам. И все ссылки находятся в этом уроке. Пожалуйста, подключитесь и к каналу, и к группе. Те, кто пользуется Facebook, активно пользуется Facebook, пожалуйста, заходите в нашу группу Vivasan – наша Швейцария, нажимайте вот на эту синенькую кнопку «Пригласить». Выбирайте несколько людей из ваших друзей, особенно людей, которые откликнутся на ваше приглашение, отмечайте их и нажимайте на кнопочку «Отправить приглашение». Чем больше у нас людей будет в группе, тем большее количество потенциальных зрителей мы будем получать для наших прямых эфиров. Итак, задача номер один – пожалуйста, подпишитесь на наши ресурсы, ссылки на них я еще раз выложу под этим уроком. И убедительная просьба для тех, кто пользуется Facebook, приглашайте людей в группу Vivasan – наша Швейцария. Второе. Во время прямого эфира, если у вас есть возможность принять в нем участие, в наших чатах, в Skype, у нас аналогичный чат в WhatsApp, я выкладываю приглашение подключиться к комнате Zoom. Если у вас есть вопросы, вы можете включить веб-камеру, включить свой микрофон и позадавать хотя бы вопросы, может быть, рассказать какую-то свою историю по теме вебинара. Пожалуйста, подключайтесь в комнате Zoom, приводите своих новичков, то есть людей, которые только начинают путь в нашей компании. Возможно, людей, которые еще не зарегистрированы в компании, но интересуются, и у них есть вопросы. Приводите их в комнату Zoom, пусть они задают вопросы во время прямого эфира, либо после прямого эфира, когда у нас идет обсуждение, когда уже можно говорить свободно. Поэтому приходите в комнату Zoom. Своим присутствием в комнате Zoom вы поддерживаете спикеров, то есть людей, которые ведут прямую трансляцию. Поверьте, когда человек выступает, он хочет видеть обратную связь. Проблема интернета, то что не все ее чувствуют, не чувствуют аудиторию, с которой они общаются. Поэтому на первом этапе, конечно, знакомые люди в комнате Zoom, знакомые лица, это очень хорошая поддержка. И если этих людей хотя бы десяток, то это эмоционально поддерживает спикеров. Если эти люди начинают еще принимать участие своими вопросами, своими дополнениями, это оживляет прямой эфир. Он смотрится уже как работа не одного человека, а работа команды. И самое главное, если ты даже подключился к комнате Zoom, пожалуйста, перейди на странички, где идет у нас трансляция. Конечно, если ты подключился к нашим ресурсам, подписался на наш YouTube канал, подписался на наши профили в социальных сетях, у тебя в оповещении, вот этот колокольчик, будут появляться сообщения, что начинается прямой эфир. Ты это увидишь, и щелкнув на оповещение, ты перейдешь на страничку трансляции. Все страницы, на которых у нас идет трансляция, собраны в нашем вебинарном плане. В вебинарном плане есть отдельный лист, который так и называется, где идут трансляции. Открой этот листик. Опять же, эти ссылки я продублирую под этим видео. Вот все места, где идет трансляция. Во время прямого эфира, если ты реально хочешь поддержать трансляцию, открой страничку, где идет трансляция, в той социальной сети, которой ты пользуешься. Я вот, например, открыл контакт. Все, что тебе нужно сделать, это просто-напросто найти трансляцию, щелкнуть по этой трансляции. Можешь отключить звук, и ты становишься зрителем. То есть, социальная сеть понимает, что появился дополнительный зритель. Нажми на «Нравиться», нажми на кнопочку «Поделиться» в этой социальной сети. И перейди к следующей. То есть, вернись снова на вебинарный план. Нажми, например, на Facebook. Перейди теперь на Facebook и сделай в нем то же самое. Найди трансляцию, щелкни по этому окошечку. Опять же, отключи звук. Нажми «Нравиться», «Поделись», «Напиши» какой-то комментарий. И опять же, вернись к вебинарному плану. Открой группу в Facebook и сделай то же самое. Вот я во время трансляции открываю все эти ссылки. YouTube канал также открываю. И везде смотрю нашу трансляцию. В четырех окошках у меня идет трансляция. То есть, я как бы везде ее смотрю. Все это видят социальные сети, что появился еще один дополнительный зритель. И спокойно можно сидеть еще и в комнате Zoom, задавать какие-то вопросы. Вот такими несложными действиями, ну, для кого-то они однозначно несложными, покажутся для кого-то сложными. Конечно, для того, чтобы все это делать, требуется нормальный компьютер. Не звездный, но нормальный. И какой-то достойный интернет. Вот такими несложными действиями вы однозначно будете поддерживать, помогать нашим прямым эфирам. Вы даже можете просто уйти от своего компьютера, но не закрывайте, пожалуйста, эти закладки, чтобы вы числились как зритель. Вот если хотя бы часть людей примет вот такое активное участие в поддержании наших прямых эфиров, вот эти цифры по охвату публикации у нас никогда не будут нулевыми, либо сотнями. у нас будут тысячи, потому что реально нас много и мы можем сделать очень хорошую активность для наших прямых эфиров. Если что-то непонятно, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, связывайтесь с техподдержкой. Я вам проведу личную консультацию в скайпе с демонстрацией экрана, чтобы посмотрели как это все работает. Благодарю вас. Успехов!